Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, празднуя праздник Светлого Богоявления Господня, мы по традиции выходим на реки, на источники, чтобы явить всему миру присутствие Духа Святаго в Церкви Христовой. Вроде внешнее обрядовое действие, прошло богослужение в храме, крестный ход выходит на заснеженные реки, озера, на колодцы, на источники, с песнопениями и совершает чин освящения воды. И за внешним обрядовым действом, братья и сестры, происходит незримое действие, но по вере нашей, зримой очами веры. Как когда-то Господь сошел в воды Иордана, и они стали святыми после этого, осветились и очистились, и Дух Святый в виде голубини, в виде чистейшего существа и самого доверчивого по отношению к человеку, голубя, и кроме того, в виде того существа, которое явилось знаменем примирения человека с Богом во времена Ноева потопа, когда голубь белый принес сучок масличный, свидетельствуя о том, что окончился потоп, что примирен человек с Богом. Так и здесь, в виде голубини, незримо являлся Дух Святый, силою Божией, действуя на каждого из нас. И действуя на воду, которую мы освящали, и печать знамени этого действия, то, что вода эта никогда не будет портиться. Эта вода будет приносить исцеление по вере каждого из нас, будет отгонять всякое зло, исцелять всякую немощь душевную и телесную. Сейчас, братья и сестры, в наше время, если раньше в советское время ученые боялись возвысить голос, то сейчас многие ученые говорят о чудном действии, происходящем в эту крещенскую ночь. Вода, которая из-за действия грехов наших меняет свою структуру и делается из воды живой, как бы становясь водою мертвою, меняя свою структуру. В единственный день в году, именно сегодняшнее число, сегодняшнюю ночь, ученые подтверждают, что в этот день раз в году вся структура воды на всем земном шаре изменяет на здоровую структуру, становится водою живою. Мало того, измеряя электромагнитные колебания воды простой и воды освещенной, ученые говорят, что кривая линия колебаний ультразвуком, когда исследуют воду освещенную, соответствует точно такой же линии, которая соответствует здоровым органам человека, когда исследуют его ультразвуком. То есть вода освещенная, она приносит оздоровление человеку, который принимает его и физическое, но кроме того, по вере нашей, зная, что здесь действует сила Божия, приносит исцеление и духовное. Мы стоим сегодняшний день, братья и сестры, и холодно, морозно сегодня, да? А мне знаете, что вспомнилось? А когда-то наших батюшек, монахов, верующих гнали на каторгу. И матушка Евдокия, с которой Господь мне судил так быть знакомой, которая 10 лет каторги отбыла, жила в селе Деброво Лиманского района, Их и маму, и отца, и две сестры ее, и Анну сослали на каторгу. Как она говорила, выгрузили нас из скотских вагонов, 30 градусов мороза, по пояс снегу, кругом лес, и сказали, как хотите, так и устраиваться, жить захотите, выживите, вы же верующие. И она говорит, я на срезе пенька, карандашом, писала письмо своей сестре, милая Анечка, остаюсь под покровом Божьей Матери и тебе желаю того же. Мы сейчас воду освятим и пойдем в темные комнаты и кельи. Они же за Христа терпели ни один год, ни два десятилетия нечеловеческого отношения к себе, храня веру Христову, которую она сохранила, представившись в возрасте 90 с лишним лет и похоронена в Красном Лимане. И мы, братья и сестры, в сегодняшний день тоже должны помнить, что наша вера, наша святая церковь, она основана на вере вот таких людей, как покойная матушка Евдокия, как ее сестра Анна, как их отец Давид, которые во множестве, и это только единичные примеры из нашего народа, который хранил свою веру, не предавал свою церковь и оставался верным Богу. И мы сюда пришли не просто воды набрать, мы пришли явить свою веру к Богу, веру и как бы почувствовать Божие доверие к нам. Мы пришли потому, что мы пришли в ту церковь, в которой мы крестились, которую принесли нас наши мамы и отцы, привели дедушки и бабушки, когда-то в младенческом возрасте принять крещение, а тогда уже в более взрослом, приводя нас причащать, знакомя с азами общения с Богом, знакомя нас с молитвой. В сегодняшний день, братья и сестры, мы сейчас будем окроплять идти святой водой, и хотя морозно и холодно, и, казалось бы, само окропление еще вдобавок водой, оно мало вызывает какой-то естественной реакции, не так, как летом в жару, когда окропляют, но все равно действие одно и то же. После окропления у всех радость на лицах, у всех утешение, у всех какое-то особое состояние возвышенной души, а по-другому и быть не может. Мы пришли на встречу с Богом, и Бог не отринет нашего прихода, Он пришел на встречу с нами. И сейчас будем крестным ходом идти и окроплять вас, и не просто это будет окропление. Каждого из вас будет благословлять сам Бог своей творческой десницею. А Дух Святый в виде голубини и глаз Господень, слышимый душою каждого из нас, будет освящать приносимое нами в одно естество, а самое главное – освящать нас, пришедших ради освящения, ради общения с Богом. С праздником всех! Подписывайтесь на YouTube-канал Святогорской Лавры, и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомление обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok